И так, привет дружище и друзьихе, привет друзья и подруги. Вот так вот, вот так вот я буду здороваться 8 марта в международный женский день. Конечно, у нас сегодня тема видео отдельная, но сегодня в каждом своем видосе буду поздравлять милых девушек с этим невероятным праздником. И я простой ютубер и не знаю красивых слов, но тем не менее, елки-палки, с праздником, оставайтесь такими же классными, красивыми, прикольными, вот, брейте подмышки. Ой, что я несу? Защищайте свои права, вот, и будьте, скажем так, правой половинкой своих мужчин, Хотя нет, это тоже что-то, 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 что-то не то. Помогайте своим мужчинам, хотя нет, вы не обязаны помогать своим мужчинам. У вас, в принципе, вообще, вы не обязаны иметь мужчину, хотя, что-то я опять не то несу. Девушки, я знаю, что вас достаточно мало на моем канале. Раньше в процентном соотношении вас было где-то около 7%, сейчас показатель снизился до 6%, И, в принципе, я могу понять, почему, потому что я всегда несу какую-то херню и стал менее, наверное, симпатичным, чем раньше. Но мне трудно себя любимого объективно оценивать. Возможно, я стал более ярко выраженным бедланом. Не знаю, по какой причине вас стало меньше, и мне от этого грустно. Грустно, но с праздником, с праздничком вас, вот, всего вам хорошего. И, кстати, тут уже обращение не только к девушкам, но и к мужчинам. Вот сегодня 8 марта, ради самообразования, просто хотя бы узнать, кто такая Клара Цеткин. А почему именно 8 марта, а не 9 марта? Вот почему именно 8 марта? Почему не 9 марта? Почему не в день моего рождения? Да, у меня 9 марта день рождения, а именно 8 марта. Вот как бы достаточно интересная история, и я думаю, что полезно знать, почему и для чего, от кого, кому, как, почем зародился этот праздник именно 8 марта. Вот. И да, ребятушки, я из Европы, я толерантный человек. Давайте, на всякий случай, если кто-то из моих подписчиков, мужиков, считает себя девушкой, то я тоже поздравляю с международным женским днём. Как бы, ну, возможно, меня трансгендеры смотрят. Я этому реально рад, ребята, делайте что хотите. Ну вот, вы вправе творить над собой всё, что угодно, короче. Короче, поздравляю всех, вот. Слушай, может быть, хотя ладно, всё, я сейчас наговорю, ой, потом будет ужас. Не надо мне вот это вот в комментариях, всё, короче. Всех поздравляю. И девушек, и мужчин, которые себя считают девушек, абсолютно всех поздравляю. Себя поздравляю, да, вот. Себя поздравляю, да, тоже. Вот. Чё сам себя не поздравишь с международным женским днём? Вот. Потому что мужикам 8 марта трудно. Трудно мужикам 8 марта, да. Никто, никто это скрывать не будет, вот, понимаете. Мы, как, знаете, мы, как некоторые, подарить носки не можем, да, к сожалению. Ах, тебе прикол был. Слушай, может быть, моей жене носки подарить? Ставь лайк, и я подарю своей жене носки. Ладно. Так. Всё, секундочку, собрались. На самом деле, тема данного видео достаточно серьёзная. Это не в плановый выход видоса. И сразу перед тем, как я начну вам рассказывать, что, зачем и почему, хотелось бы предупредить моралфагов, людей, которые будут писать в комментариях о том, что, князь, зачем ты выносишь ссоры из избы? Зачем я об этом всем рассказывать? Князь, как обычно, и вот это вот всё, как вы любите. Давайте я сразу всем скажу. Ребятушки, если я о какой-то фигне рассказываю, то я делаю это не просто так. И не для того, чтобы даже просмотры получить, потому что хочешь получить просмотры? Прекращай снимать битву замков, да? Если я снимаю и рассказываю что-то на фоне битвы замков, будьте уверены, я тут не надеюсь получить какие-то просмотры. Вы сами знаете, что с БЗ происходит сейчас и с её аудиторией. Я записываю это видео, чтобы предупредить вас, скажем так, предостеречь. Как говорится, предупрежён, предупреждён, значит вооружён. Давайте я вам расскажу про одного человека, не самого, наверное, приятного. Я был о нём более лучшего мнения. Вот ко мне пришла одна из моих женщин. И, Линочка, я сейчас приду. Посмотри, пожалуйста, пока мультики. Я уже бегу, сейчас поедем бабушку поздравлять. Так, расскажу вам о человеке не самым приятном, как оказалось. Я считал его более, скажем так, честным, лучшим, человечным, но как бы не суть. Смотрите, есть у меня сагильдеец, его зовут Сашка, ник у него Алсана. Алсана и... или Аслан, извиняюсь, если что вы... Ну, как бы я такой, да, я... Вообще на имена, на самом деле, запоминать у меня большущие проблемы, но не суть. Главное, что человек хороший, я с ним ещё познакомился, когда мы его принимали в диктатуру. Ни разу меня не подводил, всё время всем помогал. Вместе мы потом объединялись с хулиганами. Нас он тоже не бросил, вместе воюем, вот, вместе развиваем теперь гильдию хулиганов. Ну, хотя с моей стороны, да, у меня с силой 892 тысячи, как бы я ещё удивлён, что меня оттуда не исключили, да. Это было бы, ну, нормальной закономерностью, да, потому что мой аккаунт сейчас проседает по всем понятным и непонятным причинам, по всем пунктам, возможно. Но, тем не менее, вот у меня хороший сагильдеец, друг, приятный человек, Сашка Лосан, он всегда всем помогает. Но, к сожалению, его добротой многие любят воспользоваться. Вообще, в наше время, в наше жестокое, капиталистическое, угрюмое время, добрым, отзывчивым и честным быть невыгодно. Потому что всегда найдётся какой-нибудь вертухай, который этой добротой в своих каких-то корыстных целях возьмёт и воспользуется. Я считаю это неправильным, но, к сожалению, от этого никуда не уйти. Моё дело вас просто предупредить, давайте я вам расскажу. Короче, ситуация заключается в том, что у моего сагильдийца один человек под ником Маркиз, да, вы его знаете по моим видосам, да, его аккаунт был у меня на канале, у Андрюхера Лёва его аккаунт был, даже на стримах был, ну, в узких кругах, наверное, известный человек с известным аккаунтом, много силы, вот. Но он одолжил у Сашки Алсаны 10 тысяч рублей. Для кого-то это большая сумма, для кого-то маленькая, но, тем не менее, он одолжил, как обычно в таких случаях пишут, там что-то случилось, там боль, боль, боли. Одолжи денег, через два дня точно верну. И фишка заключается в том, что через два дня человек взял и загасился, и через два, три, пять, десять дней ничего не вернул, и просто сидит две недели гасится, не отвечает ни в Телеграме, нигде. Но при этом у него ничего не случилось, ведёт нормальный образ жизни, донатит себе на аккаунт, качает силу, всё у него хорошо, ходит к Андрюхеру Лёву на стримы, вот, там активно общается. Ну, ровно до того момента, пока туда не приходят Алсаны. Вот сегодня, к примеру, Сашка пришёл на стрим, задонатил Андрюхе 300 рублей, написал, ёлки-палки, Маркис, Вячеслав, выйди, ответь мне в Телеграме, пожалуйста. Маркиса, его зовут Вячеславом, фамилия вроде Сатырин, даже знаем, где он живёт, но ладно, это другая история, как бы, тут, господи, не суть. Вот, и он сразу же пропал. И это видео они записывают для того, чтобы этот человек взял и вернул Сашке деньги. Сашке абсолютно, ну, как бы, плевать на эти деньги, потому что он от них реально не обеднеет, если мягко сказать, у Сашки всё хорошо. Тут фишечка заключается в том, что, ну, как бы, взаимоотношения людей, ну, так некрасиво поступает. Давайте я вам расскажу, кстати, вот гильдия Юнайтед Волт, хорошая гильдия, пацанам привет, никаким образом, да, тут не хочу, чтобы тень падала на эту гильдию. Кстати, ребят, я тоже предупрежу, что у вас в гильдии есть человечек, которому лучше не доверять, какую бы он пургу не плёл, лучше ему деньги не одалживать, потому что он, возможно, скорее всего, воспользуется вашей добротой. Вот, заходим, смотрите, Юнайтед Волт, отличная гильдия, ребятушки, если что, вступайте, там много хороших людей, вот, смотрите, ну, просто листаем, сейчас я вам его покажу, где-то он здесь был. А, вот он, Маркиз, смотрите, 1300 лям, 300 тысяч силы, ник Маркиз, зовут его Вячеслав Сатырин, и, как бы, воспользовался добротой человека, и, как бы, не вернул деньги. И, на самом деле, это достаточно грустно, и я записываю это видео для того, чтобы вас предупредить. Для того, чтобы вас предупредить, тут, как бы, и даже проблема не в том, что он не вернул, проблема в том, что, как бы, он просто загасился, как последняя свинья, и мог бы взять, там, написать Сашке, Ну, слушай, у меня там проблемы, нету сейчас денег, я не знаю, я хочу купить себе седьмого, седьмого зефирика, сила сама не прокачается, да, лям 300 силы на минуточку, давайте отдам, там, через месяц, как у меня будет посвободнее со средствами, и мог бы его кормить, знаете, и целый год, знаешь, ой, сейчас с деньгами проблема, давай отдам позже, давай отдам позже, Сашка добрый, что уж тут поделать, да, ну, как бы, Маркиз даже до этого не додумался, а просто как свинья взял и загасился, что я считаю достаточно неправильным действием, потому в гильдии United World, ребятушки, будьте внимательнее, ни в коем случае не одалживайте этому деньги, этому человеку деньги, да и даже нисколько это видео насчет данного кадра, ну, он-то что, он возьмет, и ник может поменять, и из гильдии уйти, и вконтакте имя поменять, телегу изменить, вот, тут, как бы, концов не сыщешь, да, ну, если не считать того, что, типа, знаем, откуда он, да, ну, ладно, не суть, вот, я вас просто предупреждаю о том, что, ребят, есть такая категория людей, даже в битве замков, это у нас социально активная игра, в которой, ну, как бы, не одалживаете денег тем людям, которых вы не знаете до конца, которых, которых вы знаете очень мало времени, потому что огромнейшее число людей, которые любят пользоваться добротой, отзывчивостью, вот, понимаете, выручкой других людей, вот, очень много, мне подписчики рассказывали даже истории, что есть такая категория говнюков, и это реальная история, я ничего не придумал, есть игроки, которые берут, и, ну, они прям как психологи, они, к примеру, заходят в одну гильдию, там тусуются какое-то время, просто вписываются ко всем в доверие, вот, просто рубахи парни, вот, рубахи парни, да, типа, свой в доску, вот, люди доверяют этому человеку, и он одалживает, чуть ли там не у всей гильдии, какие-то разнообразные суммы, в зависимости от достатка игроков, человека, вот, это делают еще, знаете, так, просит, чтобы ты, одалживая у тебя деньги, просит, чтобы ты никому об этом не рассказывал бы, да, то есть, чтобы это оставалось в секрете, и бывает ситуация, что он там может у гильдии одолжить у 30 людей, об этом по факту никто не знает, и он так и надалживает денег у людей, потом выйдет по-тихому из гильдии, ник поменяет, телегу поменяет, имя ВКонтакте поменяет, идет в следующую гильдию, и там уже обманывает народ, вот, есть и такая категория людей, я не говорю, что это Маркиз, да, Маркиз уже давно ходит под своим ником, и 1, 2, 3, 4, я вам просто объясняю, что, ребят, в наше время, еще раз говорю, быть добрым, отзывчивым, помогать людям реально невыгодно, потому что в 90% случаев, к сожалению, в этом жестоком и холодном капиталистическом мире вами просто воспользуются и вас обманут, потому имейте ввиду, Маркизу, Маркизу, я не знаю, что пожелать, вот, единственное, что могу его поздравить с 8 марта, с чем еще этого человека поздравлять, я тебе, дружище, был более лучшего мнения, так поступать некрасиво, добротой людей пользоваться некрасиво, никто от 10 тысяч рублей не обеднеет, но свою гнилую натуру ты показал, а мое дело сейчас в каждом видео, на каждом стриме предупреждать людей о том, чтобы тебе не доверяли и ни в коем случае никаких денежных дел с тобой не имели, я, конечно, понимаю, что тебе нужны деньги, сама сила лям 300 тысяч не прокачается без вливания средств, но лучше, наверное, эти деньги самому заработать, чем обманывать людей, а обман людей я не считаю каким-то заработком, вот, вам же пожелаю огромнейшей удачи, благоразумия, вступайте в хорошую гильдию под названием United World, United World я очередной раз предупреждаю, что будьте осторожны с этим маркизом, вот, играйте с ним, парень, наверное, хороший, но денег ему ни в коем случае не одалживайте, вообще, незнакомым людям не одалживайте денег, потому что в наше трудное время, еще раз говорю, очень много ходят мошенников даже в битве гильдии по гильдиям, вливаются в доверие и просто обманывают, противно, но от этого никуда не уйти, такие люди были, такие люди есть и такие люди будут всегда, пожелаю огромнейшей удачи, еще раз девушек поздравляю с праздником и всем пока!